Субтитры создавал DimaTorzok Юные певцы из Казахстана покоряют новые вершины. На одном из крупнейших конкурсов, прошедшем в Туапсе, исполнители из Астаны получили призовые места. Об этом вы узнаете из следующего сюжета. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Планета талантов». Место действия — Черноморское побережье, город Туапсе. Поделиться своим творчеством на фестиваль выехала целая делегация из Астаны. Позже шесть воспитанников одной из столичных студий вернулись на родину с блестящим результатом. Они стали гордыми обладателями дипломов первой и второй степени. Особенно выделился на конкурсе Константин Ермоленко, который выступил в старшей категории. Мы поехали, все было очень здорово. И так как климат, он очень помогал связкам, горлу, море соленое, вообще было супер. И нам благоприятствовало все это. И на конкурсе все выступили очень хорошо. Конечно, чуть-чуть были некоторые нюансы, когда мы чуть-чуть простыли, что-то с горлом было. Ну, как у всех, конечно. Но спели в будущем на концерте мы очень хорошо. Сам конкурс прошел очень легко, интересно. Мы познакомились с многими ребятами. Юноша — потомственный музыкант. Занимается вокалом шести лет. Поэтому и опыт участия в подобных конкурсах у Константина очень богатый. На данный момент парень обучается на первом курсе Казахского национального университета искусств. Однако на этот раз от строгого жюри вокалист получил заманчивое предложение поступить в легендарный ГИТИС. Сейчас одну свою тайну открою. Папа для меня сердце родное. Самое лучшее и самое прекрасное в свете. Нет ему ранее на целой планете. Выделилась на конкурсе и самая юная участница из Астаны. Несмотря на то, что Яне Кондратьевой всего шесть лет, ей часто приходится выступать для большой аудитории. Мне нравится, что меня аплодируют. Потому что хорошо пою, всем нравится. Жюри отметили способность Яны отлично держаться на сцене и ее потенциал. Уже мы с ребенком разговариваем практически на одном языке. Ему уже не скажешь, как нам раньше. Вот, учи эту песню и все. С ребенком надо договариваться. Это очень, как сказать, для нас это тоже новое. И надо изучать этот момент в работе. И в то же время, опять-таки, чтобы мы постоянно следили за временем и были в ногу со временем. Дильбара Итатиева занимается с ребятами два года. Преподает вокальные дисциплины вот уже на протяжении десяти лет. Как признается руководительница, ей очень приятно, что ученики вернулись со столь высокими результатами. Представляем вам людей и знаковые события, которыми отметилась культурная жизнь Казахстана в этом месяце. Вячеслав Колпаков, народный артист Казахстана, один из ведущих актеров Кустанайского областного русского театра драмы. Родился 27 августа 1937 года. В 1966 году окончил театральную студию Курганского областного театра. В 1956 стал работать в Челябинском областном драматическом театре. С 1966 года и по настоящее время актер Кустанайского областного драматического театра имени Максима Горького. Сыграл около 200 ролей. В числе наиболее значимых Сила Ерофеевич Грознов из постановки «Правда, хорошо, а счастье лучше», Сорин, спектакль «Чайка», Той Сары, «Каракоз». С 1983 года носит звание народного артиста КАСССР. Награжден Орденом Знак Почета, почетной грамотой Верховного Совета КАСССР. Является президентским стипендиатом. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok